понеслась друзья понеслась чистить значит атп давайте сделаем это по классике по классике потому что в тенях чернобыля первое задание было с пистолетом и мы тоже попробуем взять их с пистолетом надо было конечно его загрейдить загрейдить посмотрим получится у нас это или нет или нет так опять вертолет летает вертолет видимо тут на я надеюсь сидорович ты хорошо эти откаты делаешь воякам и вертолет не будет нападать на лагерь на лагерь этих новичков новичков продвигаемся продвигаемся что такое что-то прорисовалось это видимо вертолет сам и прорисовался здесь чутко слышны его звуки на всякий случай правда у нас есть калашников и дигл есть можно можно с диглом пойти на бандитов но не знаю но будем будем это будем осторожны сначала оценим обстановку здесь я помню было петруха петруха который потом как оказывается появился появился в этих в так вот там сидит уже молодой человек вижу бочку сразу бочки не было кстати в оригинале петруха предлагал идти вот ролевые элементы великолепные были в тенях чернобыля я просто когда первый раз играл еще тогда я просто был в шоке как сделали можно было с петрухой с его отрядом тут чистить можно было работать по стелсу три человека мне это можно было по стелсу работать а можно было в одиночку а можно было просто здесь начинать замес потом там с военными можно было друзья тоже или заплатить им или их перестрелять или попытаться через скрытность сыграть через скрытность ой-ой-ой хорошо взорвалась хорошо взорвалась двое нас сзади видят тут сразу молодой человек женя беспредел хорош это беспредел творить жена сбоку заходит так-так-так тихо в локте тихо что ты серьезно все очень с пистолетом тяжело с пистолетом тяжело две аптечки сразу пропил я со страха друзья вали его если высунется да но он стелс стелс хорошо реализован вот сбоку зашел этого сняли мы пацаны выручали нападение это сталкер на кордоне к югу с такой оттп кстати насколько я понял друзья могут могут действительно подкрепление подходить их не а вот этот с автоматом это серьезно да и серьезно нас пробивать али но мы его забили забрали да с автоматом калашникова уже кто это бодя шухер бодя да будет сполошился автоматной изготовкой нас тут чуть не забрал но получилось у нас взять их с пистолета хотя пистолет и тоже у нас неплохой неплохой вот это вот это да жека беспредел вот это да действительно знатно это подождите их их четверо здесь на самом деле было вот здесь вот этот васёк динамит васёк динамит но васёк ты так и подорвался от бочки потому что взрывной волной возможно нас тоже за дело и четвертый еще здесь был нет 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 это я ошибся ошибаюсь ну все время ребячества закончена и здесь по моему что-то было да действительно посмотрите посмотрите можешь ты его вот так взять можешь можешь же мне не можешь попробуй до патроны какие-то были ты потратил бронебойные взял обычные и действительно видите здесь в тенях чернобыля не было этих ящиков по-моему вот это расположение как раз из чистого неба так сказать обустройство обустройство этих локаций но я могу ошибаться потому что не помню как было в чистом небе тайник у них тут гранаты подобрали кучу патронов для автомата калашникова тут бандиты уже посерьезнее чем в оригинале были этот автомат давай разрядить выбросить но это в плохом состоянии но хотя это серьезный этот обрез мысловской так сказать рушницы это можно тоже хорошенько нападать так бабах просто разброс большой большой разброс но в плохом состоянии ну пусть он будет заряжен у нас на всякий случай у нас дробь есть есть перезаряжайся кстати нужно проверить лечит ли еда так что давай пляшку горилки выпил еда вроде бы лечит вроде бы должна лечить не что-то очень медленно что-то очень медленно бандитов забрали центр тут намеченным нельзя сделать здесь еще тайник какой-то появился куча тайников они мигрируют по зоне кстати там тоже один молодой человек мигрировал охота на охотника и он действительно пришел в бар а я забыл его проверить здесь у нас уничтожить логово мутантов и вертолет прямо здесь видите хитро хитро это возможно они словили переговоры бандитов эти военные и сюда пролетели полетели проверять ничего страшного сейчас мы тут это слышишь тут это несём много все много сидорович я надеюсь в этот раз у тебя костюм появится в продаже чтобы мы могли его приобрести себя солнце такое у тебя и такая ну не то чтобы радуга но такой оцвет прикольный да на статике тоже очень красиво но на динамике игра выглядит конечно же абсолютно по-другому да действительно расположение не такое не такое друзья как в этом как в оригинале и забываю я постоянно забываю проверять на наличие так сказать на наличие это нужно делать это у нас переход в темную лощину это вроде бы было не помню в какой модификации но да ладно нам нам не сюда нам не сюда можно пока что пока есть пистолет вот пистолет чем хорош можно с ним ходить и с детектором сразу псевдо псевдо пёс бегает и плод бегает но мы не будем их брать наша задача сейчас в эту аномалию дробилку сходить и нас кстати кто-то видит у нас кстати кто-то видит там куча этих собак и не нужно их недооценивать так сказать там штуки 4 это псевдо собака это пси собака она спавнит спавнит свои иллюзии и и она нас увидела гранату туда сразу бросаем гранату и щипси воздействия может оружие выбить начинает начинает уже нас это наловить беру дробовик это иллюзия скрылась не спимать уби нас не спимать давай сохраним игру на всякий случай достали пистолет достанем болты чё-то чё-то шумит чё-то шумит это часа мне-то дробилка шумит но артефактов нету нет все-таки надо дожидаться выброса чтобы они появились да и нам туда нам туда можем ли мы туда перейти вот это вопрос просто на миллион там куча кабанов здесь все огорожено колючей проволокой друзья колючей проволокой и дырки дырки и не видно дырки а прыгать моим CAPEF Zoo при пяти сильно не умеем сильно не умеем нет видимо максимальная дальность отрисовки диана тут где же она здесь здесь вот здесь расширены вот я поставил дальность видимости на максимум но все равно на пара рисовывается возможно потому что в локации локации возможно это дальность видимости будет работать на локациях оригинальных из Зова Припяти то есть Затон, Юпитер и сама Припять вот, а здесь другие локации и другая дальность, не знаю ну пусть будет так, в принципе в принципе нам этого хватит я тем более не особо хочу играть снайпера, хочу какого-то штурмовика играть вот, ну посмотрим посмотрим будем вообще разные билды играть тут вообще не представляется возможным перепрыгнуть вот здесь был этот эти военные были здесь был у них тайник и пару пляшек горилки однако вот этот тайник друзья, заживление ран, мамины бусы неплохо а мы можем артефакты носить в этой куртке? не можем, но прежде чем какой-то артефакт одевать, нам нужно наверное артефакт против радиации взять а это по-моему как раз базовая медуза выверт, какие-то базовые артефакты так, продвигаемся продвигаемся через лесок через лесок кто звонит? это нужно, это нужно посмотреть я, друзья, сделаю паузу а это будильник всего лишь господи, уже 9 часов 15 минут 9 часов капслок выключи надо заменить звонок будильника на этой нокии на звонок точнее звонок звонка на звонок будильника поменять их, поменять их радиация пробивает но у нас есть пляжка горилки выпалы, будьма а вон там куча мутантов куча мутантов еще есть одна граната сейчас мы ее запустим запустим видимо вот эту кучу мутантов нам и нужно как раз как раз забрать дробовик ну давай вот эту все возьмем хочется из этого нападать на собаке раз, два не получилось я тебя понял берем туда посерьезнее дробовик и начинаем расстрел просто кабан здоровый очень здоровый кабан плотный задание обновлено хорошо ну давайте мутантов залутаем чтобы хоть как-то бить патроны и видимо видимо да услышали опять-таки выстрелы потому что опять слышу вертолет вертолет, друзья здесь еще стоянка вместо сна и ушастого нужно забрать тайник вертолет опять летит давай-ка этот дробовик мы выбросим выбросить да и возьмем калаш и возьмем уже все-таки наш пистолет пистолет и калаш вот так пойдем травотечение повесили использую бинт и аптечку сколько аптечек? много 4 штуки еще научные еще горилки оп лупнув пицей и здесь так кто-то отрисовался давай обрежну еще вертолет чтобы сейчас тут нас не подстерегли не подстерегли что тут что тут такие а это свой какой-то свой одиночка одиночка тайник где-то здесь тайник где-то здесь и где он простите он где-то там в здании сейчас, друзья начнется невероятный поиск невероятный поиск наверное наверху хотя хотя может на крышу как-то надо лезть не знаю я вот этих кстати ну в ящиках еще что-то может быть но в ящиках сегодня ничего не завезли ничего не завезли вот здесь возможно нет посмотрите однако сейчас мы долго будем искать этот тайник судя по всему где-то здесь здесь может здесь может а вот он господи вот рюкзак кто-то положил свой но этот ушастый все-таки положил долговца и монолитовца так что не такой уж и простой парень не такой уж и простой логово защистили этих защистили выпиваем банку и бежим к Сидоровичу сдаем эти задания простенькие простенькие стульчик отодвигаем продаем все лишнее и переходим на болото забираем квесты и уже начнем походы в лабораторию еще забыл друзья забыл вам сказать что нужно нужно где эта карта нужно будет так же как и в тенях Чернобыля нужно будет на здесь на янтаре у этого у Сахарова зарубить зарубить этот зарубить подавитель псевоздействия здесь есть пси-шторма который после такого шторма начинается глюки у главного героя то есть точнее у нас глюки начинаются и здесь ну это кроме обычных выобразов и там на янтаре они воссоздали воссоздали эту всю картину там лаборатории по-моему посерьезнее кто-то нас видит но стреляет по нам про богата я выпил птичку хочу кушать потому что горилки выпил и концентрацию потерял что ты тут стреляешь давай пистолет доставай и сейчас мотобег что перезаряжаешь ну оп и все да бронебойный с пистолетом отлично работает яшка сосанин бандит и стажер но яшка особой платью не отличался особой платью не отличался ну так что даже под действием пляжки горилки бодя огнилой его просто забрал бодя хочет кушать на ходу закусывать его босой слушать вертолет и должен выпить банку и ускориться потому что вертолет прямо здесь вертолет свой патруль совершает да надо этот пистолет загрейдить потому что 7 патронов это очень мало это очень мало перезаряжаем автомат калашникова и бежим бежим друзья бежим выброса еще не было выброса я поставил 1-2 дня пси-штрома 2-4 дня это все регулируется во внутриигровых настройках этой модификации так отрисовываются хлопцы сейчас мы сдадим все задания убираем оружие чтобы на нас тут нет и это и и бежим бежим потом пойдем на болото на болото хотелось бы конечно под вечер сходить чтобы было постарше здорово задание выполнено 2000 спасибо благодаря тебе новички будут в относительной безопасности координаты тайника дал но это такие легкие задания очень были какие-то надо что-то уже посерьезнее у нас как у нас стажер все еще силерович выполнено координаты тайника 3000 отлично сработал сталкер я вижу мы сработаемся а есть что-то еще у меня тут список сталкеров с которыми надо разобраться в него обычно попадаются всякие сволочи конченые поддонки по разным причинам одним словом мусор знаешь что сидорович вот костюм доезжешь давай вот эту продаем 13000 берем вот так бы всегда вот так бы всегда сидорович это и цены ну цены конечно 13000 запредельные запредельные продаю тебе весь хлам ты копыта не забираешь но ученые наверное заберут ученые заберут что за бодягу ты мне приволок тихо сидорович тихо заживление ран нужно не нужно не знаю мамины бусы ну давай вот так бы всегда вот так бы всегда сидорович да-да давай сюда нет оптичек у тебя по 127 рублей все равно у тебя оптичек нету сидорович что-то ты цей две пляжки горилки у нас одна есть прицел есть пистолет лишний дробовик и это это понятно они в набор у тебя есть это мы запомним тайник у тебя рубить не хочу сидорович не хочу потому что я тебя мне тебя есть там правда не ничего у меня он для тебя нет. Я тебе все-таки, Сидорович, приятные, 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 ностальгические, ностальгические воспоминания ты у меня вызываешь, потому что, когда я играл в тени Чернобыля, но не доверяю, чтобы ты не гзай там сделать. Тут у нас кто? Тут у нас шустрый. Спрытный. Приветствую. Я шустрый. Обычно ко мне обращаются за уникальным оружием. Редкие модели, прототипы, именные пушки. У меня на тебе кое-что есть. Нужна работа. РГ-6. Вот что мне нужно. Но запомни, состояние оружия должно быть отличным. Это, по-моему, гранатомет. Не, шустрый. Это слишком жестко. Пистолеты для ближнего боя, штурмовое, снайперская бронезащита, экзич. Это все уникальные стволы. Уникальные стволы. Пистолет сколько стоит у тебя? Мне нужна работа. Я уникальный ствол не хочу у него брать, а вот пистолет я бы взял. То есть не хочу уникальную винтовку брать, я думаю, мы с обычной справимся. Пистолет сколько стоит? 3500, из них 700, как задаток. Хорошо, держи. Вот. Но только не дигл, пожалуйста. Не хочу дигл. Че ты тут хочешь? Тоже, видите, видимо, заказ идет делать. Так, и нам нужно переходить на болото. Че такое? А, это выброс как раз начался. Начался выброс, придется его переждать. Переждать, друзья. Нужно сховаться, сховаться. Хлопти. Хлопти. Тут у вас чисто, но мы сейчас сховаемся. Вот уже засел. Ну, что расскажешь? Задергались. Димка гибрид. Здорово, Димка. Есть работа. Каменный цветок тебе не. Я не хочу. Есть что-нибудь еще? Ничего нет. Не хочу за артефактами охотиться. Винт у тебя вот по 121. Видите, у него отлично, а не великолепно. У нас безразличный. То есть у него немножко похуже, чем у Сидоровича. И цены чуть-чуть поменьше. Димка, кстати, берет копыта кабана, но не очень хорошие цены. Ну, давай тебе это продадим, чтобы разгрузиться. На коллаж 400 патронов тоже не нужно. Дробь. Дробь надо бы оставить, на самом деле. Вот эти патроны нам сейчас не нужны абсолютно. 1300. С тобой, Димка, гибрид выгоднее торговать, чем с Сидоровичем. 300. Вот, ровно 300. Ставим. А, у него не хватает денег. Ну, видите, не получилось. 3-3-2. 3-2-2, друзья. 3-2-2. Забудь об этом. Здесь можно поспать. Может, поспим. И, хотя, не знаю, не хочется спать во время выброса. А, выброс можем еще как раз за аномалиями. За аномалиями. Сидорович. Сидорович. Был ли у тебя детектор? Вот этого я не помню. У нас 16 тысяч, можем себе позволить. ПНВ отличное. Выброс начинается, но вылазить я не буду. Не буду вылазить. Переждам. Ну, шо? Ну, шо? Шо скажешь? Шо скажешь, хлопча? Димка, гибрид. А, шо тебе спросить? Где найти работу? У волка перебить мутантов. Аномалии артефакты. Слыхали лесники? Говорят, он в свое время застрял в одной из этих пространственных пузырей. Мол, выглядело это будто обычная поляна. Ну, куда не идешь и возвращаешься обратно? Как бы он и сгинул там, если бы не компас не нашел? Артефакт такой. Артефакт этот выход ему показал и вывел из аномалии. А потом его грабанули ренегаты и забрали этот магический артефакт. Веришь в это? А вот я не верю. Это уже на маразм больше похоже, чем на правду. Да. А, ну, видимо, компас этого деда лесника, он, кстати, одного из самых атмосферных персонажей, видимо, действительно, что-то сделал с этим лесником. Мы с ним уже говорили, он говорил, что может спокойно через аномалии проходить. Что интересное рассказать? Спаси кого-нибудь еще? Полезно. Если хочешь бесшумно и безопасно кого-то убить, бери с собой снайперскую винтовку с глушителем, желательно. Пока они тебя будут повседо искать, ты уже несколько раз успеешь иритироваться. Так, это ты не знаешь. Да у тебя ранг такой, кстати, у тебя ветеран. У тебя ветеран. Ну, давайте плешку горилки еще это распишем тут пока выброс, пока выброс. Это и это. И мы тоже тут приложимся немножко. О, хорошо. Пришло. Что-то долго выброс, но зато сейчас артефакты будут. Спать не будем сейчас, пойдем на болото, потому что серия только началась и посмотрим, что там на болотах. 12 часов, ну что, выброс заканчивается там уже или нет? Там хорошо, так поддало даже здесь было вот этим красным. Отлично, готово все. Уникальное оружие не хочу, не хочу брать. Не хочу брать. Будем просто, наверное, коллаж будем ограйдить или возьмем какую-то себе легкую снайперку такую, чтобы не сильно дальняя дистанция. После выброса сталкеры, которые не успели уберечься, они превращаются в зомби. Закусил, перекусил, так сказать. Собаки обычные. Господи, что ты будешь рубить? А вот это нас даже подгрызло. Нет, да, мало патронов, мало патронов. Хотя урон хороший. Урон очень хороший. Кучность боя тоже великолепная. Давай, стульчик придвигай. Хватит расслабляться. Рюкзак нашли и ремонтный набор. Отлично. А, друзья, посмотрите, какие у нас перчатки. Стильные. Стильные перчатки у нас. Ничего в себе. Так. Да, теперь у нас такие черненькие, друзья, перчатки. Сталкерский костюм. Худ. Худ меняется. Худ меняется. Как тут проходить? И есть ли там турель вот эта меня интересует? Давайте тут осмотримся, потому что я помню, что в чистом небе это была какая-то жесть. Здесь действительно там есть. Нет, это хлопец стоит. Хлопец за станковым пулеметом. Давай мы постараемся тут аккуратно. Перебежками через кусты. Но они нас, судя по всему, не видят. Здесь какие-то штуки стоят. Штуки стоят. Вот там еще хлопец. Там хлопец сидит, отдыхает. Отдыхает. О, видите, горилку пьет. Давай подивиться. Подивиться. Тики шо роблять в Вейскове. Пья горилку. Пья горилку. А цей шо робать. А вот этот не спит на посту. Вот этот пыльно-пыльно бдит. Бдит, так сказать. Ну да ладно. Нам, друзья, на болото продвигаемся. Продвигаемся. Сохраняй давай игру. На всякий случай. И совершаем, друзья, переход на болото. Перейти на другую локацию. На болото, насколько я помню, много аномалий. Я зарублю тоже глоточек кофе. О, свойство артефактов зависит от того, в какой аномалии они найдены. Хотите такой, который предохраняет от ожогов, ищите жарку или комету. Только не забудьте взять детектор. Запись номер одиннадцать из дневника погибшего сталкера. Ну, судя по всему, не уберёг, не уберёг тебя этот твищу Деннек. Угу. Бодя Гнилой, пожалуйста, двойка вам. Дайте дневник. Я забыл дневник дома. А голову ты не забыл? Не забыл. Не забыл, Бодя Гнилой. Щит Деннек, записи. Записи это. В тенях в Чернобыле великолепный был Щит Деннек. Там всё было описано. Лично я особо над смыслом не задумываюсь. Есть поставленные задачки для выполнения платить нормально. Вальера Громила, работа есть? Мясо слепой собаки не хочу тебе за мясом бегать. Вот эти квесты подай-принеси не хочу делать. Музыка очень атмосферная, друзья, с самого начала. Давайте тут всё обшарим, что тут чистые припрятали. Вот сразу же тут бачим аптечка. Неплохо. Неплохо, значит, стоит эти коробки вскрывать. Здесь вижу тайник. Научная. Отлично. И инструменты для грубой работы нашли. Отлично. Я думаю, мы на фул будем грейдить одного техника. Это будет Громов. Это Болговский техник, потому что основная база у нас будет в баре. А остальным техникам будем носить эти инструменты по мере возможностей. Кстати, чистых можно забрать. Попытаться. А как по весу 42 кг, уже перебор небольшой. Небольшой перебор. Так что лучше их не забирать, а лучше с ними поторговать. Поторговать. Чистые. Лера Громила, что бы ты взял у меня? Что бы ты взял? Вот давай мясо забери и гранату забери. Инструменты и рюкзак весит. 420. Ну давай это и давай аптечку. 362. Прям как Сидоров еще. Репутация потому что другая. Но аптечку надо забрать у тебя. 16 тысяч. Выход. Пока. Пока. Вот этот дробовик. Вот этот дробовик разрядить. Выбросить. Вот этот дробовик на изготовку. Ствол носим просто. Сколько он весит этот Desert Eagle? Господи. Не особо и много. Этот ствол сюда. Все. Заряжено. Начинает мрачная музыка играть. И здесь видим один тайник. Что здесь еще было? Здесь по дороге аномалия тиски. И здесь вроде бы еще куча аномалий. По аномалиям надо бы пробежаться. Не помню я. Точнее не то что не помню. Я не знаю где искать этого доктора. Я читал что он или будет или на базе чистого неба. Или в будке какой-то там. Вот. Так что нам придется сейчас друзья тут сделать рейд небольшой. Рейд по аномалиям и по всем злачным местам. Болот. Болот. Очень мрачная музыка. Хорошо что мы сюда пришли не ночью. Это было бы страшно уже. Так двое человек. Мы что-то плохо несем. Что ты устал или что? Давай посмотрим. Это вроде бы свои какие-то. Свои. Не знаю. Не хочу стрелять на самом деле по чистому небу. Потому что. Боюсь друзья. Что потом. Давай выбрасывай пистолет. Нужно веса побольше. Нужно чтобы тебе это насыщение. У тебя как почти практически полно. Что ты так устаешь. Не могу понять. Потому что костюм одел поплотнее. Так. Это чисто. Чисто небовцы. Да. Да. Вот сидит. Ну в серьезном костюме уже сидит. Со шлемом. Со шлемом. Охраняет. Охраняет эту. Охраняет он. Здесь какой-то тайник. Тихо-тихо. Ребята. Я свой. Свой. По-моему слишком громко. По-моему слишком громко. Но я не буду сейчас лезть в меню. Убирать звук. Потому что запись мне не стопнулась. Здесь я что-то вижу. Но здесь ничего нету. Хлопцы. Где тайник? Прошу мне это. Прошу мне тайник показать. Не нужно что, сталкер. Ну я бачу пляжка грилки тут у вас стоит. Ну вот он прямо здесь где-то. А. Возможно он наверху. Возможно он наверху. Возможно он наверху. Включай фонарь. Потому что здесь мрачное. Ничего не видно. Возможно он не то чтобы наверху. Он возможно вообще на крыше. Я даже не знаю. Вот тут крест какой-то. Хлопцы видно это. Набожные. Сюда можно пролезть? Нельзя. А тут что-то есть? Нету. Тихо-тихо. Давай на впадытике. Ну давай попробуем на крышу залезть. Аккуратненько. Посмотрим. Посмотрим что тут. Что тут у нас. Что нам подадут так сказать. Угу. Вот здесь что там? Не ну он где-то там. Он где-то там. Внутри судя по всему. Аккуратно по этой крыше колокольня. Нету. Да. Это же старая церковь. Старая церковь. Вот здесь еще верхний этаж. Угу. Тут очевидно что-то будет. Что-то будет. А ну-ка давай вскрой. Чисто. Ничего нету. Ничего нету. Угу. Сюда можно пройти? Можно. Аккуратно. Аккуратно. Давай. Их вроде бы можно поднимать друзья. И вот так вот выбрасывать. И нас оно подбрасывает от удара. Ну тайник пишут где-то здесь. Где-то здесь. Хлопцы. Хлопцы. Если не найду тайник, то даже не знаю что делать. Что делать? Вот здесь еще это ящик. Ветер какой-то неприятный. Еще сюда запрыгнуть не представляется возможным. Слушай, опять лабутены начинаются. Или нет? Нет. Все нормально. Здесь можно спуститься. Спустились. Так. Здесь ничего нету. Ничего нету. Ну давай тогда опять поднимайся. Здесь тоже можно спуститься. Но это уже этот первый этаж. Здесь еще ящик. Коробка. Давайте все осматривать. Да, патроны лежат. Нужно все осматривать. Хлопцы. Где тайник? Не могу понять. Возможно, в трубе здесь где-то спрятали. Вот некоторые тайники очень хитро спрятаны. А карта маленькая. Вот этот радарчик. И нельзя понять иногда где он есть. Но вот прямо как бы здесь нам подсказывает. Давайте дойдем наверх. Туда можно пройти. Может в этом кресте действительно он. Но это будет трудно. Это будет трудно. Это будет трудно. Действительно. Можешь? Можешь. Так. И что? Нет. Он не здесь. Он где-то вот здесь. Ну, друзья, лезу. Чудеса паркура просто какие-то. Чудеса на виражах. Но нету здесь тайника. Не могу. Не могу его обнаружить. Оружие опусти, мужик. Просто не могу. Может здесь за этой штукой. Можно ее как-то. Нельзя. Нельзя ее определить. Еще и поджарился. Давай капюшу. Прячь оружие. Что ж ты будешь рубить, хлопцы? Хлопцы, что ж вы тут это? Где-то здесь, возможно. Вот тут что-то было. Не, еще тут нету. Там где вот эти хлопцы как раз тайник нам подсвечивается. Друзья, наверное, стоит забить просто. Просто стоит забить. И не тратить свои силы. Не тратить свои силы и нервы на вот такие тайники. Вот мы прямо на нем стоим. Возможно, действительно на крыше. Давайте еще раз на крыше слазим. Проверим. Для очистки совести. Сюда он не хочет залазить. Никаким образом не упал. Все, забили на тайник. У нас есть задача. Я не думаю, что там что-то серьезное будет. Аномалия тиски. Пошли в аномалию. Поищем артефакты. Кстати, нужно, друзья, оперативно действовать с аномалиями. Потому что столкера тоже тут ходят. И ищут артефакты. Устал, потому что да, лазил много. Так что давай лезем в аномалию. И быстро, оперативно сейчас прочешем аномалии. Но забыл купить. Забыл Валера купить этот. Забыл нормальный детектор купить. Ничего же не видно здесь. Тут какое-то кладбище в тисках. Но детектор вообще ничего не подсвечивает. Но это базовый детектор. Давай выбираться из аномалии. Пробило нас радиацией. Пробило радиацией. Следующее. Нижнее пепелище. Не, не хочу туда вообще лезть пепелище. С таким... Костюм у нас хороший сталкерский. Но он не грейженный. Как у нас химзащита... Огнезащиты вообще нету. Вообще нету почему-то. Ладно, бежим. Бежим. Тайник, значит не смогли. На пепелище не хочу идти. Здесь у нас... Не помню, как эти локации называются. Бежим просто. Бежим искать доктора. Выполняем текущую задачу. Тайник не нашли. И забить на это на самом деле. Просто забиваем. Через эти болота все идем. Конечно, очень атмосферно. Но хочется поскорее, поскорее, чтобы это все закончилось. С этими болотами. Потому что... Друзья, тут все-таки не очень, очень мрачно достаточно. Хочется повеселей. Веселей, веселей. Как говорил Валкодах. Так, что-то устали мы сильно. Опять радиация. Перебанки. Очень сильно устает в этом костюме. Насколько я помню, в этом костюме как раз можно было переносимый вес увеличивать. И хочется это сделать на самом деле. Это чистые... Ну, чистые сидители. Ствол убери! Тихо-тихо, хлопцы. Я не узброенный. Я не узброенный. И база, база вроде бы вот здесь где-то. Тут еще там мелькает. Давай, убережно. Чисто. Кстати, можно у них задания взять. У них тут вроде бы были интересные задания. У чисто небовцев. И их повыполнять. Их повыполнять. Как раз нам нужно искать доктора. И, возможно, да. Чтобы мы просто так зазря не бегали. Оружие спрячем. Оружие мы спрячем. Очень сильно устаем. Не могу понять почему. Нужно разгрузиться. Хоть бери выбрасывай дробовик. Но дробовик нужен на мутантов. Дробовик нужен на мутантов. Очень много тут хлопцев. Четырнадцать. Четырнадцать. Видим вот эту собаку. Собаку. И... Что тут? Что тут сей? Вот молодец. Здорово. Дросс, нужна снаряга информация? Или может ты хочешь продать информацию? Мне нужна работа. Ладно, говоришь, работа нужна. Ты должен доставить этот КПК чуваку, ошивающемуся у лагеря новичков на кордоне. Его зовут Шустрый. Он тебе за это и заплатит. Только постарайся не уронить компьютер в лужу по пути. Или еще что-то подобного сотворить. Ну давай сделаем. Нам все равно за пистолетом идти. Приходи, когда выполнишь. Что ж ты вытворяешь? Блядь, для тебя кое-что есть? Ничего нету? Есть еще работа? Наша разведгруппа была тайно отправлена обследовать некий объект. Операция шла удачно, но сейчас она на грани срыва. Видимо военные что-то пронюхали и теперь их вертолет регулярно патрулирует территорию. Нужно уничтожить вертолет, освободить путь и трещит эта гребаная вертушка так, что уже в ушах шумит, хоть в омут лезть. Так что польза от этого всем будет, в том числе и тебе справишься. Я считаю, что скидка тебе обеспечена. Берем вертолет. Расскажи о себе. Меня зовут Дрозд и я в зоне уже много лет. Пришел сюда за богатством, как и все. Случай свел меня с Шустрым. Мы стали работать вместе и обнаружили много общих талантов. Оба завели много полезных связей и хорошо нажились на обороте товаров и из зоны, и в продаже информации. Когда с бизнесом на севере стало туго, мы последовали на юг. Удалось найти себе хорошее место здесь, после того как Шустрый рекомендовал меня Холоду. Он ведь раньше был членом Чистого Неба, не знал. Все это дает нам обоим неплохие возможности. У нас есть доступ к армейской контрабанде по маршруту через болото, да и Чистое Небо получает первый выбор из всего, что происходит через наши руки. Все только выигрыши. Слушай, наведайся к нему, я слышал, что он вроде неплохо устроился в деревне новичков. Если хочешь заполучить хорошее оружие или снарягу, он именно тот, кто нам нужен. Еще есть работа. Группе наших ученых нужен опытный проводник. Необходимо провести их до места назначения и обратно целыми и невредимыми. Эти ученые одни из наших лучших специалистов, поэтому если с ними что-то случится, тебя здесь не взлюбят. Я берусь сопроводить ученых. Еще есть работа? Уже больше ничего. Забрали у него вообще все. Так, и... Ничего себе! Да что там такое? А, это ученый пришел. Ваня Муравей! Охо-хо-хо-хо! Ваня! Ваню надо сберечь, друзья, в честь лучшего сталпера в мире. Да. Вы наш проводник. Я отмечу нужное место на вашем КПК. Ваша задача обеспечить нашу безопасность на пути к нему. И после того, как мы закончим анализы, провести нас обратную награду, получите по возвращению в лагерь. Спасибо. Спасибо. Отдать команду? Да. Вот теперь у нас напарник. Получается, бери любую снарягу. Ваню мы... Муравья нужно беречь, друзья. Это, конечно, да. Торговля... Посмотрите, очень много бронежилет берил. Блин, хочу. Броня лучше, чем у нас. А, термозащита все-таки есть. Термозащита есть. Аптичек нету. Ну, что ж ты будешь рубить? Забирай вот эти патроны. Забирай дроп, наверное. Потому что по весу очень проседаем. Не-не, 50 не надо. Надо 11 продать, 50 оставить. Вот так. Вот так. Этот прицел давай продадим. Пока что он нам не нужен. Это все-таки лишние там какие-то 100 грамм. Но, тем не менее. Патроны на снайперку вот у него уже есть. Давай еще один глушитель приобретем. 320. Мастер. Дрозд. Ну, хорошо. Хорошо. Так, доставай калаш. Доставай калаш. Давайте посмотрим, может тут где-то этот доктор ходит. Не знаю, где-то он тут вроде бы был. Написано на форуме, если не можете найти доктора самостоятельно, ляжьте поспите, он сам придет. Ну, не знаю. Но он ходит по всей зоне и он, по-моему, его сделали как раз... Вот он. Господи. Господи. Что ты хочешь? Стрелок? Это ты? Стрелок? Нет. Водки надо, доктор, поменьше пить. Вы меня с кем-то путаете. Я слышал, у вас есть информация о зоне. Путаю? Ох. Я мог бы дать информацию, которую ты ищешь. Но я хочу, чтобы ты сделал кое-что взамен. И что мне нужно сделать? Зона стала тяжелым временем для меня за эти годы. Так что я провожу последние дни здесь, в тиши. Но приятно было бы увидеть своих старых друзей еще раз. Вот видите, глушит водку. Я боюсь, что Стрелок и Проводник могут быть мертвы. Но я бы очень хотел поговорить с Клыком и Призраком, пока еще есть время. Если ты сможешь найти их и привезти сюда, я хорошо вознагражу тебя за твои усилия. Как долго вы здесь живете? Клык и Призрак легендарные сталкеры, но они оба давно мертвы. Клык был убит наемником со шрамом на армейских складах. А Призрак был найден под Янтарем в лаборатории Х-16 примерно через год. Неужели вы не знаете? Они оба мертвы, ты уверен? Я просто как же так? Нет, нет, я в порядке. Что ты хотел узнать? И что, теперь вы мне все так легко расскажете? Думаю, вы просто в пустую тратите мое время, а... Подожди, не уходи. Я просто не ожидал, что они мертвы. Стрелок не посещал меня уже давно. Так что я думаю, что его дела обстоят значительно лучше. Когда он последний раз пришел в гости, он дал мне ключ и координаты тайника в Припяти. Вот возьми. Теперь оно мне ни к чему. Возможно, это поможет тебе. Он говорил что-то о монолите. Я тогда мало еще понимал из его слов, но я не слишком уверен, что он тоже. И еще. Он потратил много времени на поиски разгадок тайн зоны в подземных лабораториях. Не исключено, что ответы на кое-какие вопросы все еще находятся где-то там. И куча заданий, друзья. Все лаборатории. 18, 16, 19, 8. Путепровод Припять. ЧАЭС. Тайна зоны. Понимаю. Спасибо. Я ценю вашу помощь. А теперь иди оставь старика в покое. Пока. Пока. Сейчас это слышишь. Муравей у тебя есть? Нету у тебя ничего. Сейчас мы быстро должны организовать дань уважения, так сказать. Стрелок на самом деле выбрался, выбрался с Дегтяревым по лору из зоны и стал спиврубитником. Нету у тебя? Да как же так? Нужно же там муравей. Мы должны быстро, быстро это, быстро организовать, организовать деду тут это. Да. Ну видите, вот так они реализовали, вот эти квесты. Есть у тебя работа. Ты охотой увлекаешься? Нет, охоту не хочу. Давай хлеба. Давай все припасы, давай сюда. Так. Забудь. И пока. Пока. Муравей побежали. 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 У тебя ко мне дело есть, Ильчак. Это конечно не, не это, ну. Ну. Уже ушел. Нет. Вот он сидит. Ну давай. Так. Давай аккуратно на столик здесь сложим. Вот. Хлеба принес. Ээээ. тушенку и вот колбасы и еще тушенку и вот хлеба один себе оставлю и на еще пляжку горилки вон и это и так сказать бывай здоровый бывай здоровый доктор так но теперь она сущном друзья сущном час понятно вот все эти задания подземелья агропрома тоже есть господи ой 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 подземелья агропрома тоже есть тоже есть вот сюда нам нужно идти хорошо отключить выжигатель мозгов куча заданий научной аптечки достать это понятно охота на охотника особый заказ кпк шустрому военный вертолет первым делом сопроводить ученых куда нам нужно как раз в аномалию и в принципе недалеко и сюда еще мы сбегаем побежали побежали горилки нету на противорадиационный 1 есть одна научная аптечка тратить нельзя получили друзья ключ с гравировкой hotel police 26 это была отсылка этот номер 26 потому что 26 апреля друзья произошла авария авария на чернобыльской станции сохраняя игру и бежим попробуем провести провести ученого муравья кстати он должен у нас в контактах быть ваня муравей репутация хуже всех да как же так ваня шиши шиши что вытворяешь ученый кстати ученый да наверное старший научный звезд этот старший научный уже сотрудник тут нельзя этого не не отставай вани чем вооружен пистолет у тебя пистолет кстати вальтер до вальтер отличный отличный выбор ваня ценю ценю можно тебе дробовик дать можно тебе дробовик дать чтоб ты был защищен я думаю но мы проводник все таки сейчас так что давай ваня это осторожно защиты от радиации у нас нету как-то продвигаться но по со мне они в болото нельзя лезть вот это я помню стульчик подвигаем чтобы она была чтобы она была получше ваня не отставали ваня еще дружественной зеленый вами надо беречь друзья в кустах может что-то шерчать пару минут назад слышал автоматной очереди восточные насосные станции это вот здесь деток господи а нам как раз туда нам как раз туда так что давай ваня максимальная концентрация максимальная концентрация очень прицел ну да кто-то отрисовывается это возможно те хлопцы здесь можно перейти ваня только осторожно идем идем осторожно иван будь осторожен прицел что такое сопроводить в черных ты там встрял уже или что нет вот он бежит вот он бежит господи я испугался испугался ваня нужно побыстрее работать побыстрее работать по бревну сможешь пройти я вот не знаю давай насосная станция там по моему были бандюки бандюки эти ренегаты в чистом небе там перестрелка серьезная была ваня идешь ваня надеюсь ты идешь он как-то вот так он как-то так обходит ваня куда ты бежишь и я не могу понять не могу понять ваня какие-то обходы делает странные господи насосная станция давайте зайдем и посмотрим что есть но будем сохраняться чтобы ваню не потерять случае чего в топим к нему это присядь и посмотри кто здесь это похож на наемника на самом деле давай в бинокль бинокль это не это свои подписано что свои ваня бежит вот ваня выбрал другой путь ваня мы разведываем обстановку пока что я думаю ты ты к нам присоединишься главное что тут кровосос какой-то не напал на ваню господи а куда нам-то идти сюда вроде бы надо было аномалия гравиполя ваня выбрал очень да вот ваня пришел и выбрал очень серьезную аномалию для исследований новая не будем не будем обсуждать ваш выбор просто будем прикрывать здесь аккуратно иван здесь радиация и и эти и аномалии вижу тут можно пройти ваня за мной за мной аккуратно хотят и ученые ученые должны ученые должны очень хорошо проходить выпиваю препарат потому что друзья сильная радиация уже пробивает не туда бежишь не туда бежишь ваня простите а здесь нет туда туда все туда все туда вот здесь по этим по кочкам просто продвигаемся что такое ваня застрял или что нет ваня вот идет как раз за нами хорошо сделали про прописание маршрута потому что мне показалось что он вот так побежит вот это здесь аккуратненько и чтоб ваня главное не встрял не встрял никуда но хорошо сделали что сделали их бессмертными от аномалии потому что ценные какие-то npc не будут просто зазря умирать так и это гравиполе через кусты надо проходить на вот уже уже вижу уже вижу на малюю не хочу туда залазить на самом деле пусть туда ваня залазит но наша задача здесь проследить чтобы это тушкан просто можно отстрелить что штуцей убегает от нас и заманивает в аномалию сиди повседневно нож его и все так ваня пришел ваня пришел и делает свои замеры наверное ваня прошу работать в темпе в темпе вальца мы здесь все проверим здесь не было все делаем в темпе чем раньше заходим тем цене будем ваня опытный это проверяем тайник видишь уже дробь давай проверим дробовик заряжен он у нас или нет где дробовик еще его туда положил что ты вытворяешь волнуешься слишком не надо волноваться добавить заряжен это на мутантов ваня там вымер и робот ваня рубить рубить свои будь ласка цейманы будем вам завожать и мы займем позицию нет и вот так на на камне присядем будем хранить вас так сказать видим мертвого кого-то кто это такой это военный и тут у нас ничего в себе вот это неплохо вот это достаточно неплохо хороший детектор друзья мы получили и давай действительно припыть к нашему пистолету этот прикрепим глушитель ваня вы роботы свои идти робот вот валя там до следжи давай за ним следить не отрываясь и с этим детектором мы уже можем что-то что-то на самом деле это так по заданию провести ученого к определенному места обеспечить безопасность пока те проводят исследования затем провести их обратно в лагерь ваня тут замеры свои делает но ваня рубить рубить замеры мы не будем вам мешать но сами тоже можем проверить самом деле но нету был выброс но уже видимо все забрали все забрали а возможно потому что квест связан с этой аномалии возможно поэтому мне нет артефактов и есть по-моему еще какие-то вероятности что такое ваня привет а сопроводить уже можно и да уже можно вести ваню обратно я думаю ваню обратно поведем и с вами не будем идти на вертолет потому что убила сохранить два не давай выпивать банку тоже бери пример не бежим-бежим я надеюсь ты нигде здесь не встряхнешь идти нам достаточно далеко ваня где-то застрял все-таки да бежишь-бежишь хорошо вот он вот он медленно придвигается потому что ученые ученые не привык так быстро бегать вот здесь вот эта вышка по моему друзья это по моему самое начало чистого неба когда когда первый этот выброс был или второй кстати в чистом небе играли что же за наемника который сопровождал ученых ученых ну давай-ка это меньше чесать языком не расслабляться и автомат на изготовку потому что сейчас чтобы искусствовшись не выскучила нам тут там аномалия что-то случилось что-то случилось там что-то она но не взорвалась но это произвела звук так сказать не такой хлопок легкий и может там мутант какой-то туда встрял вот мутанты могут в аномалии попадать мутанты могут попадать в аномалии где все огорожено ваня надеюсь бежит за нами где ваня ваня уже не подсвечивается ваня только на карте потому что потому что подсвечивается как раз сюда хорошо бежим бежим иван васильевич меняет профессию на из сталкеров ученые и сталкеров ученые 7 патронов мало господи сопроводить ученых опять отстал но уже тут близко уже наверное ничего не нужно друзья случиться случиться мы должны в целости и сохранности доставить чего он там это бежит бежит я бы валкер у тебя были у тебя волкер даже купил я вот этот волкер даже купил дальше иван иван может у тебя 5000 есть давай-ка мы мы тебе продадим вот этот да и он его взял и мы у тебя а у тебя господи у тебя такой же пистолет как у нас был сексаур ну из-за тысячи он теперь продается я я перепутал все-таки у него не вальтер было тоже такой сексаур и мы остались без пистолета а ну мы и так заказали этот пистолет уникальный мы подберем себе пистолет чем мне еще нравится теме чернобыля оригинальной и чистое небо в отличие от зова припяти там все-таки более сталкерский такой нельзя было выбирать какое оружие первоначальное оружие винтовка или пробовик а второстепенно это был пистолет это был пистолет все-таки сталкеры не военные а вот можно можно сопоставить что в зови припяти дегтярёв все-таки более серьезной подготовкой поэтому мог брать и два оружия даже таких хотя вот доктор пошел куда-то доктор все в порядке выпав же горилки съел нашу колбасу я рассказал все что знаю чтобы можно торговать кстати у него 10 тысяч неплохо доктор устроился давай забери вот это неплохо это и хлебушка и пляшка горилки я забрал нашу колбасу все-таки ну давай при этом аппетита и не хворать вам ваню ваню сопровождаем да но минус минус с этими пистолетами очень долго они доставались в теме чернобыля обычно в этих современных шутерах пистолет как второстепенное оружие должен быстро быстро доставаться чтобы его выхватить и добить вот как в баттлфилде вот сталкере он что-то это затвор этот передергивает и это и очень долго это все ну ваня пришли вы что-то хотели надо это ваня я надеюсь я боюсь чтобы тут не было вот этой штуки что придется сейчас сохранять загружать игру чтобы задание было выполнено да а или может к этому парню надо сходить что мы задание то выполнили вот потому что по моему такое нет 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 работа есть у меня для тебя кое-что есть есть еще работа нет ничего но продавать нечего мы ничего не залутали по сути аптечек не появилось пистолет мы не будем брать ну ваня что-то ваня что-то не не может не может ну я думаю мы на этом закончим серию я сохранюсь и загружусь и возможно в следующей серии ваня отойдет и это потому что тут и есть такой небольшой божецкий что ваня не определяется что задание выполнено нам надо поторапливаться здесь опасно долго находиться мы на самом деле в безопасности главное чтоб какой-то выброс не начался друзья сохраняемся хорошая серия узнали все что нам нужно получили все задания я думаю в следующем в следующей серии добьем этот вертолет сгоняем к шустрому и уже пойдем в первую лабу первая лаба у нас это будет подземелья агропрома и начнется уже хоррор этот вообще на наемника похож на наемника похож ладно сохраняюсь и в следующей серии увидимся друзья до свидания в следующей серии